С новосельем! 11 педагогов, которые приехали в Серпухов из других регионов, получили ключи от служебного жилья. Сегодня в детском саду «Колокольчик» утренник. Ирма Розаева танцует осенний вальс со своими воспитанниками. Она мечтала работать воспитателем всю жизнь. Хотелось воспитать людей, которые были бы достойными продолжителями нашего человеческого рода. Вот я все время, я помню себя в детстве, играла в куклы и воспитывала своих кукол. И вот все время говорила, как это нужно правильно делать. Как правильно поступать. Это мое призвание. Я люблю детей. Работать по призванию в Серпухов приехала из Ростовской области, из города Шахты, 10 лет назад. Так сложились семейные обстоятельства. Город понравился очень своей исторической направленностью. И мы решили здесь остаться. Остаться, чтобы быть счастливыми. Воспитатель держит в руках ключи от служебной квартиры. Скрыть эмоции не получилось. Это такое счастье, что в городе Серпухове дают жилье учителям, врачам. Просто чувства непередаваемые. Стены, они уже свои. Родные. Ключи свои. Боже мой, я так счастлива. Это просто непередаваемое ощущение. Какое счастье иметь свое жилье. Так считает еще одна обладательница служебной квартиры, педагог-психолог Татьяна Афанасьева. Здорово, что 17 этаж. Высоко, но зато какой великолепный вид. И до работы недалеко, даже видно ее. Все в шаговой доступности. А работает Татьяна Афанасьева уже 5 лет в Центре Шанс. Жила в Таджикистане. Закончила педагогический институт имени Джураева по специальности дошкольный педагог-психолог. Считает свою профессию самой интересной на свете. Педагог-психолог – это тот человек, который может разглядеть какую-то изюминку в ребенке и помочь ему взрастить виноград. Есть все условия для этого. Есть огромная база. Есть возможность развиваться и познавать что-то новое. Познает каждый день новое вместе с первоклассниками учитель 19-й школы Светлана Борисова. Это ее уже 16-й набор. Профессии 44 года. Из них 35 проработала в Ташкенте. Но 8 лет назад твердо решила сменить место жительства. Город, конечно, он значительно сейчас стал лучше, красивее. И я вот в том числе радуюсь, что он улучшается. Школу нам новую красивую построили, улицы красивые. Но я думаю, что будет все хорошо в нашем городе, потому что стараются все, чтобы он был лучше, красивее. В том числе и педагоги. Для педагогов из других регионов Серпухове создают комфортные условия, от которых невозможно отказаться. Так считает Светлана Борисова. Я так счастлива, что получила это жилье. Жилье находится рядом с школой, где я работаю. И недалеко от моих детей. Они, конечно, уже взрослые. Но я думаю, мы будем чаще с ними здесь встречаться. Ее коллега Елена Никонова тоже приехала издалека. Жила в Башкирии. Потом 15 лет в Пущино. Сейчас в Серпухове учат детей математики. Математика, она, в принципе, нас окружает везде. И, скорее всего, она учит правильно мыслить. Город встретил замечательно. Мне все очень нравится. Вот таким образом решили коренным образом поменять жизнь. Перемены оказались к лучшему. Елена Никонова рада. До любимой работы пройти каких-то 100 метров. Сейчас учитель математики занята приятными хлопотами. Мы с детьми планируем и мечтаем скорее переехать. Выбираем цвет стен. Мы хотим перекрасить стены. Планируем как раз ставить мебель. И мы очень-очень счастливы. Наконец-то мы переедем. Для привлечения в Серпухов узкопрофильных педагогов сегодня разрабатываются различные меры социальной поддержки. Делают ставки в округе и на выпускников, которые могут получить целевое направление в ВУЗы.